Но перед началом видео хотел бы тебе посоветовать канал Нови. Любишь и просто обожаешь CSGO? Тогда этот канал для тебя. На этом канале ты найдёшь самый разный, познавательный и развлекательный контент по CSGO. Самые лучшие карты для тренировки Аима. Как максимально быстро и эффективно поднять фпс. Как сделать свой фон и всё в этом роде. Подписывайся скорее, не пожалеешь. Ссылочка в описании. Итак, дорогие друзья, ну что ж, всем привет и добро пожаловать на новое видео. Наконец-то, наконец-то, спустя столько лет и зим, мы увидели какой-никакой кусочек официального Зена для Блокмезе. Скажем прямо, это был достаточно маленький кусочек, я им вообще не успел насладиться, потому что я прошёл все эти три карты за один час. Но, тем не менее, насколько было приятно проходить эти прекрасные карты и наслаждаться этим Зеном. И сегодня в этом видео я подробно расскажу про этот самый Зен. А именно, какие отличия от Зена из оригинальной Halfway. Какие ранее невиданные механики здесь добавлены. Покажу интересные моменты, ну и просто поделюсь своими ощущениями. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Если честно, я даже не знаю, пожалуй, с чего начать. Потому что хочется рассказать всё и обо всём. Но начнём, пожалуй, с того, что Зен, который мы видим в Блокмезе, совершенно другой, нежели тот, который мы помним из оригинальной Halfway. Мало того, то что сам по себе он другой, так он ещё и ощущается совершенно по-другому. Он более, так сказать, насыщенный, объёмный и живой, что ли. Это ни в коем случае не из-за того, что здесь графика намного лучше или что-то типа того, о чем вы могли подумать. Нет, это здесь ни при чём. Давайте на минуточку отвлечёмся и вернёмся в Зен из оригинальной Halfway. Итак, самая первая карта. Есть несколько маленьких островков, один большой остров и, собственно, всё. Если мы внимательно посмотрим на Скайбокс, то больше подобных островов мы не увидим. Другие острова в Скайбоксе можно увидеть только в этом моменте, только в этом Скайбоксе. На остальных картах, увы, пустота. В Блюшифт и Опсингфорс всё то же самое абсолютно. А теперь же посмотрим на Блэкмезу. Острова. Их десятки. Маленькие, средние, гигантские острова. И практически на каждом таком острове кипит полноценная жизнь, которая кипит, понятное дело, и на вашем острове. Там тоже своя флора и фауна. Там кипит своя жизнь. И это, на самом деле, очень сильно доставляет. Конечно, сейчас, смотря на эти острова, это не скажет, что там что-то кипит, потому что они такие достаточно однотонные. Но, друзья, давайте будем честны, потому что это всего лишь бета. Я более чем уверен, что в релизе всё это будет выглядеть совершенно по-другому. Кстати, раз уж я упомянул флору и фауну, то давайте поговорим как раз-таки про них. Касательно флора и фауны, здесь всё просто безупречно. Просто огромнейшее количество всяких растений. Деревья, какие-то непонятные грибочки, цветы, ещё всякая непонятная фигня. В общем, просто обалденно, скажем прямо. И что больше всего удивляет, так это количество самых разных видов вот этой самой флоры. Растения, которые светятся, растения, которые не светятся. Кустики, грибочки, цветочки, какой-то мох, ещё всякая непонятная фигня. В общем, проделаны просто огромнейшие работы, и это реально впечатляет. Что касательно зена из первой части оригинальных алфы, то там с этим, конечно, всё попроще. Во-первых, там намного меньше видов этой самой флоры, но и самой флоры как таковой тоже меньше. И лично я не считаю, что это плохо, потому что этот зен, он совершенно другой. Он не лучше, он не хуже, он другой. Это надо запомнить. К этой теме, кстати, мы вернёмся ближе к концу видео. А сейчас поговорим по поводу фауны. Ну что ж, живых существ в этом зене просто огромнейшее количество. Наконец-таки мы смогли лично посмотреть, что же это за хуундаи и камикадзе такие. И, честно говоря, они просто удивительны. Имеют вот такой окрас и размером чуть поменьше, чем обычный хуундай. В основном нападают толпой. Их атака представляет из себя обычный раш со взрывом, когда они вас достигнут. Убиваются крайне легко. Достаточно одного попадания с пистолета или пистолет-пулемёта. Дамажат по-разному. Иногда могут убить практически мгновенно, а иногда, ну, просто немножечко покалечит и всё. В общем-то, достаточно странные, но прикольные существа. Зомби в хэв-костюме. Ничего особенного, кроме того, что нужно целиться только в башку. Потому что костюмчик у таких зомби, конечно, ну, прям... Я даже не знаю, что сказать. Если сравнить с костюмом Гордона Фримена, то создаётся ощущение, что у зомби костюм заряжен на все 100%. Потому что костюм выдерживает просто огромнейшее количество попаданий. Вот как раз то, что сейчас творится на экране, вам яркий пример. Но что самое смешное? Если взять фаер и поднести к этому зомби в хэв-костюме, то он просто в момент загорится. И где-то буквально 10 секунд, и всё, он умрёт. Это, конечно, выглядит, ну, очень смешно и, на самом деле, нелепо. Думаю, с этим потом что-нибудь в релизе всё-таки придумают, потому что это действительно, ну, как-то... Ну, так себе. Что касается взрывчатки, эти зомби также переносят её на раз-два. Следующие достаточно интересные существа — это вот эти. Насколько я знаю, их называют простейшими. Можно сказать то, что они к вам нейтральны, и вообще они ко всем нейтральны абсолютно. Ни на кого не нападают. Единственное, что они делают — это просто тупо летают по уровню, и, в принципе, всё. Единственная такая достаточно интересная фича, что когда вы к ним подходите слишком близко, они начинают как будто интересоваться вами и буквально липнуть в прямом смысле. Может, это связано с тем, что они достаточно редко видели людей в своём зене. И вы, как бы так сказать, как представитель новой расы, интересуете их, и они хотят вас исследовать или что-то вот типа того. В общем, достаточно милые и прикольные существа. И что самое главное, они безобидные. Следующее нейтральное существо — это бойды. Такие небольшие, летающие... Ммм, не побоюсь этого сказать, птички. Фух, в этом зене их просто десятки, и попадаются они, ну, очень часто. Единственное, что они делают, это летают, летают и снова летают. Иногда они летают не одни, а вперемешку со скатами. Убить их, к сожалению или к счастью, никак нельзя. Ну что ж, с животным миром мы пока покончили, давайте назад переместимся, обратно к флоре. Далее, в зене мы достаточно часто будем встречать вот такие деревья. И, как и в оригинальной халфе, эти деревья достаточно опасные. Стоит вам к ним подойти, они сразу же начнут вас дубасить. Но самым главным отличием от оригинальной халфы здесь является то, что здесь эти деревья можно убить. И вот здесь, честно говоря, я не до конца разобрался. Когда вы стреляете из обычного оружия по этим деревьям, они как-то вот так вот свертываются, и все. Рискну предположить, что они притворяются мертвыми. Потому что я точно помню, как на стриме я также подошел к дереву, пострелял по нему, оно также свернулось, и через какое-то время я подошел опять же к этому дереву, и оно было опять же в строю. Для того, чтобы такие деревья полностью уничтожать, нужно при себе иметь как минимум взрывчатку. Также подойдет тау-пушка и галлюонная пушка. Небольшое, но интересное отличие вот этих светлячков. В зене из оригинальной халфы эти светлячки прятались, как только вы к ним подойдете. Здесь же такого нету, здесь вы можете подойти к ним вплотную, посмотреть на них, потрогать их и даже попрыгать на них. И они на это никак не отреагируют. Но это все будет ровно до того момента, пока вы не начнете их атаковать. Сразу после первой же атаки они спрячутся. Также в этом зене появились такие вот непонятные, опасные взрывчатые растения. Или что-то типа того. Можете их использовать против врагов, чтобы их было резче и быстрее убивать. Как говорится, классика. И вот здесь мы переходим потихонечку ко всяким геймплейным новшествам, фичам и так далее. Во-первых, что касается лонгджампа. Использовать его придется вам здесь всегда и везде. Вот вы пропрыгали какое-то место, и не пройдет и минута, как игра снова заставит вас его использовать. Где бы вы не были, в подземельях, на каких-то островах, на каком-то большом острове и так далее. Единственное место, где не придется его использовать, это база людей. Где вся игра сводится к тому, что вы как раз по этой базе мотаетесь и пробиваете себе путь. Ах да, кстати. В зене просто огромнейшее количество следов пребывания людей. Какие-то аванпосты, мелкие, большие, есть чуть ли не полноценные базы. Просто огромнейшее количество всякого научного оборудования. Также в больших количествах встречаются всякие устройства и постройки, которые предназначены для облегчения перемещения людей в зене. В общем, если говорить кратко, ты просто на все это смотришь и понимаешь, что да, действительно, этот зен действительно исследовали. И люди здесь конкретно обосновались. К слову, о людях постоянно будут попадаться трупы ваших товарищей. И на этих трупах будут попадаться вот такие маячки. Если видите вблизи или издалека вот такое вот мерцание, то знайте то, что там лежит труп вашего союзника, который можно облутать. Так что почаще оглядывайтесь по сторонам. Все мы прекрасно помним то, что в зене основной процесс лечения идет не от аптечек и так далее. Лечились мы в таких вот целебных озерах. Разработчики Блокмеза решили пойти дальше и добавили в зен вот такой вот новый элемент, который позволяет заряжать костюм. Причем, насколько я понимаю, этот источник заряда бесконечен. Так что можете заряжаться сколько угодно. Небольшое геймплейное введение, которое заключается в том, что вам теперь придется периодически париться со штекерами и разъемами, чтобы пробивать себе дорогу. К примеру, есть закрытая дверь, и вам нужно подать на ее замок энергию. Ищите кристалл зена, вставляете этот кристалл в специальное зеновское устройство, и потом уже в это же устройство вставляете непосредственно штекер от замка двери. Впоследствии чего тот получает энергию и открывает дверь. И таких моментов куча. Также ввели вот такие странные препятствия, которые открываются путем расстрела типа кнопок. На данный момент эти препятствия представляют из себя такие огромные листы. А вот, кстати, и сама кнопка. Знакомьтесь. Ну и вроде как все. Есть еще, конечно, парочка мелочей, которые меня порадовали, но особого внимания на них заострять не будем. Ну и в принципе все, что я хотел, я сказал, так что думаю, что на этом моменте надо потихонечку заканчивать. Хотелось бы еще немножечко высказаться по поводу оптимизации, багов и так далее. Ну, друзья, тут надо понимать, что это пока всего лишь бета-версия, и поэтому, понятное дело, баги тут будут, оптимизация будет хромать. Ну, что тут поделать? Бета, она и в Африке бета. Кстати, хотел бы еще заметить, то, что форма вот этой самой скалы, так сказать, где находится портал к Нихиланту, или что это пока такое, точно неизвестно. Но, скорее всего, опять же, это портал к Нихиланту, но не важно. Имеет прям-таки очень яркую форму руки. Выглядит достаточно любопытно. Ну, да ладно. Подведем итоги. Когда я читал комментарии, я заметил, что немало народа, в прямом смысле, загнобили Зен, который мы сейчас с вами увидели. Одним людям мне понравилось то, что на картах огромное количество растительности, какие-то болота и джунгли, что это вообще напоминает какой-то аватар. Другим мне понравилось, что некоторые растения имеют мало полигонов, текстурки нити и ко-ко-ко, короче. Во-первых, по поводу полигонов. На графодрочеров, как на таковых, мне насрать, потому что это тупо. Опять же, это бета. Чего вы хотите от бета, ну, Сириус ли? Во-вторых, что касается аватара болота и джунглей, тут, конечно, я согласен. Достаточно врубить аватар, перемотать на середину, отключить звук и включить вот это. Кто не понял, я к тому, что здесь даже звук подходит под Пандору. Это, конечно, моё имхо, но я скажу так. Блэк Мезо — это фанатский ремейк первой Half-Life. Ключевое слово «фанатский». Одно дело, если бы всё это разрабатывали сами Valve. Но нет. Поэтому это нормально, что точки зрения разработчиков Блэк Мезо в некоторых элементах отличаются от точки зрения Valve. Ведь, по сути, сама Блэк Мезо очень сильно отличается от Half'ы. По дизайну, атмосфере и по другим важным и не очень элементам. Да и сколько лет уже первой Half'е? Когда она разрабатывалась, возможностей для реализации некоторых вещей было в разы меньше. Кто знает, что бы мы сейчас увидели, если бы Зен выкатили сами Valve. Ведь у них тоже за такое время поменялись взгляды на одни и те же вещи. И не один раз. Поэтому не вижу ничего в этом такого плохого. Да и более того, нам показали всего три уровня. Ну, давайте, пожалуй, на этом моменте как раз-таки и закончим. Надеюсь, вам понравился видос. Не забывайте ставить укосы. Не забывайте подписываться на канал. Пишите своё мнение. Как вам Зен? Понравился, не понравился? Интересно узнать ваше мнение. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, всем удачи. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»